Всем привет, друзья! С вами Маркович. Продолжаем играть в кукинг-симулятор. Ну что ж, еще один день из жизни нашей пиццерии нас с вами сегодня ожидает. Ингредиенты у нас с вами есть, тесто тоже имеется. В общем-то, вроде бы все на своих местах, так что мы можем начинать день и брать первые заказики. Поехали! Что же первое будет? Тонно! Ооо, смотрите-ка, и сразу что-то новенькое. Такого у нас с вами еще не было. Так, а ну давайте посмотрим, что за пицца такая. Используется необританское тесто, маленькое, кстати говоря, маринара, моцарелла нарезанная и тунец. Так, пицца с тунцом. Тунца вот у нас с вами, кстати говоря, и нет. Ну вот, как видите, не угадаешь никогда, что тебя ожидает впереди. Так, а тунец нужен тоже нарезанный, естественно. Когда мы с вами ставить его будем, я хрен его знает. Но давайте для начала возьмем гастроемкость, подготовим, да, и сразу сюда я сейчас, собственно, приманстрячем и пойдем брать тунец. Тунец у нас здесь внизу, по-моему, в холодильничке. Он должен быть, если не ошибаюсь. Сколько он там весит, один кусочек? Где он там есть? Да, он есть. Тунец. 300 грамм. Но давайте возьмем сразу три штуки. Там, по-моему, до килограмма может вмещаться в гастроемкость, поэтому как раз 900 грамм получается. В общем-то, довольно неплохо. И нарежем его здесь, естественно. Само собой так. Полезаем нарезочку. Запускаем. Пускай нарезает. А мы с вами пока что бросим корзиночку сюда. Готова емкость. Вот она, собственно, тунец нарезанный у нас. Ну и мы с вами пойдем сейчас готовить пиццечку. Так, я попробую поставить сюда тебе еще разик. Давай, аккуратненько. Ну что ж, маленькая пицца, как знаете, уже практически традиция такая у нас получается. Начинать с маленькой пиццы каждый день, да. Ну, у нас как раз маленький кусочек здесь имеется. Будем раскатывать, будем все вот это вот делать и, собственно, подавать гостям на радость, что называется. Так, готово. Теперь наш с вами любимый соус, да. Маринар, естественно, добавляем его по всей поверхности равномерненько. Отлично, готово. Моцарелла нарезанная тоже здесь присутствует. Вот она, пожалуйста. Нам нужно 60 грамм, то есть три кусочка. Сейчас добавим. Давайте раз. Давайте сюда и сюда еще кусочек. Отлично, готово. Естается всего лишь 32 грамма тунца добавить. Так, непонятно, сколько, правда, один кусочек будет весить, да. Но мы с вами сейчас посмотрим. Давайте вот так сюда его бахнем. 8 грамм. То есть, итого нам нужно 4 кусочка. Так, давайте сюда. Вот так сделаем и сделаем вот так вот. Ну, вот, собственно, все. Вот, в общем-то, вся и пицца, которую ожидают от нас. Так, ну что у нас с вами с печкой? Понятное дело, она холодная после ночи. Давайте мы с вами сразу будем ее растапливать, естественно. Так, чтобы хватить. Ну, еще одна закинуть, наверное, как раз будет ровненько хорошо, да? Да. Так, балдеж. Берем лопатку и пицца у нас отправляется готовиться, выпекаться, естественно, в нашей печке. Так, все, на месте. Ну и пока мы с вами тарелку сейчас возьмем, поставим на наш любимый столик, который любит разваливаться, как мы поняли с вами в прошлый раз. Очень было внезапно, но тем не менее. Так, аккуратненько, давайте. Все, ничего не разбилось, ничего не развалилось. Прям превосходно. Пока оно выпекается, мы с вами, конечно же, берем другой заказ. И это у нас салями. Ммм, вкусненько должно быть, кстати говоря. Так, салями, давайте смотреть. Ну, да, салями, собственно, и базилик будет, и все остальное, как полагается. Так, тесто нам с вами нужно, тоже не британское. Ну, знаете, пока больше всего в ходу это тесто, именно маленькое тоже, кстати говоря. Маленький кусочек у нас с вами еще есть. Пожалуйста, давайте раскатаем его, естественно. Опять соус, это все. Ну, как, собственно, мы уже с вами здесь все знаем, что и как, да? Ну, для начала, я думаю, я все-таки достану пиццу, чтобы она там у нас не пригорела, все с ней было хорошо. Как раз уже, в принципе, приготовилась. Сейчас посмотрим на ее, на тунец, на этот самый. О, да. Вот и он, собственно, молодец. Так, все. Садитесь, как говорится, кушайте, пожалуйста. Да, у нас все для вас готово. Приятного вам аппетита. Забирайте. Это у нас тонну. Какое-то интересное название для пиццы. Не менее интересный. Новый уровень опять, и новые ингредиенты. Пять. Мы можем выбрать ни хрена куда, столько, да куда. Нам уже просто-напросто некуда девать. Так, ну давайте смотреть. Я так понимаю, сыры разные еще, да? Появляются. О-о-о. Пепперончини. Пепперончини. Ну, давайте возьмем. Руккола возьму. Вареный кар... Вареный картофель? Нет, знаете, я ел пиццу с картошкой, помню. Ну, я не думаю, что он там, может быть, и был вареный хрен, он узнает. Так, давайте панчету возьмем тогда. Нам с вами нужны две штуки еще выбрать. Но сыров у нас и так, с вами завалить. Поэтому я возьму, наверное, анчоусы тогда. И креветочки, возможно. Или картошечку взять. Ну, давайте картоху возьмем. Картоху. Конечно же, картоху. Так, ну а пицца получилась у нас с вами идеальная. Идеальная, естественно. Так, ну а мы с вами продолжаем. Продолжаем готовить вторую пиццу с солями. Естественно, собственно, соус и все остальное, как полагается. Далее у нас с вами идет здесь моцарелла. Тертая, кстати говоря, у нас тоже имеется. Нам нужно с вами 16 грамм добавить. Так, ну давай. 13, ну ты зараза, конечно. Ладно, давай еще побольше. Так уж и вы, знаете, сама напрашиваться, чтобы побольше у нас с вами было. И она была понажористей. Так, с солями. Солями тоже имеется. Нам с вами нужно 32 грамма. Раз, два, три, четыре. Ну, пицца тоже маленькая, поэтому вот так вот немного получается. И листики базилика 12 грамм. Это у нас с вами получается тоже 4 листочка. Так, раз, два, давайте, три. И сюда четвертый. Все, все есть. Можно, собственно, запекать это дело. Давайте лопаточку возьмем. Так, как там у нас по жару нормально, нормально. Хватит еще для этой пиццы как раз. Все, забираем ее. И в печечку ее на место. Так, отлично. Ну и, конечно же, сразу будем брать другой заказ. Возможно, какие-то новые ингредиенты нам с вами понадобятся. Но у нас все это есть, естественно, в нашем суперподвальчике, в котором появляется все, как только оно появляется у нас с вами. Вот здесь телефончики в нашем, да? Поехали, смотрим. Фунги. Мы, по-моему, по-моему, такому с вами уже делали, если не ошибаюсь. Да, шампиньончики, базилик просто и все. Что-то вроде бы такое было у нас, если мне память не изменяет. Среднее тесто, опять же, не плитанское нам с вами нужно. У нас такое имеется. Давайте раскатываем его, само собой. Ну, а тем временем у нас с вами готово салями. Вот она, наша пиццечка. Как-то сыр, правда, немножечко над листиками получился. Расплавился до такой степени, что листья, короче, провалились, видимо, куда-то в него. Но так или иначе все готово, чтобы быть поданным нашим гостям. Забирайте, забирайте. Там куча сыра, куча всего. Салями. Так, а мы с вами продолжаем готовить то, что у нас с вами уже имеется. Здесь у нас, конечно же, идеально все получилось. Сбалдеж. Пунги у нас именно очередь. Я раскатал здесь тесто. Теперь у нас, конечно же, маринар соус тоже, собственно, который в ходу. Прям буквально везде его используют довольно часто. Вот. Ну и хорошо, на самом деле. Так, соус несложный. Ингредиентов не так много в нем. Поэтому его это приготовить уже запросто сможем в случае необходимости. Дальше. Моцарелла нарезанная, опять же. Давайте возьмем. Так, что моцарелла как-то маловато у нас с вами остается. Да, но ничего-ничего. Потому что если что, приготовим еще. Итак, пять кусочков, понятное дело, мы с вами здесь выкладываем. Давайте аккуратненько. Пять. Есть. Теперь шампиньончики. 50 грамм. Шампиньоны с вами тоже здесь были. Вот, пожалуйста, 50 грамм, да? То есть по 5 грамм нам с вами нужно 10 штучек будет. Ну, то же самое, собственно. Раз, два. Давайте вот так. Три, четыре. Аккуратненько. Пять. И здесь, в эту сторону, пускай, тоже будет у нас с вами пять. Вот так смотреть. Во. Замечательно. Все, 50 грамм имеется. И теперь базилик нам с вами стоит только добавить сюда. Для этой пиццы. Чем мы с вами сейчас и будем заниматься. Так, ну тут получается восемь листиков. Нам с вами надо, да, добавить. Так, раз, два. Давайте как-нибудь, не знаю, три. Как-нибудь сюда четыре. Пять. Шесть. Семь. Ну и восьмый. Здесь давайте положим тогда. Все, восемь есть. И можем также отправлять это дело все в печечку. Чтобы выпекалось, естественно. Так, лопатку берите, пожалуйста. Спасибо большое. Забираем отсюда. И в печку, естественно. Куда же? Куда же ее еще и с ней в печку, да? Так, пошло дело. Пошло дело, пока выпекается. Мы с вами подготовим, естественно, тарелочку для этого дела. Чтобы можно было ее потом сразу достать да подавать. Ну и, само собой, мы с вами сразу берем другой заказ. Смотрим, что там у нас такое. Опять? Опять то же самое. Моцарелла шемь... Ну да. Не, в смысле, не сейчас. Да-да-да, то же самое. Моцарелла, что ж, вообще один в один. Среднее. Неаполитанское тесто. Ну, сделаю сейчас. Ну что ж, вторая пицца фунгиусами тоже готова. И сейчас отправляется в печку. Естественно, первая была на пять звезд. Само собой, я думаю, что и здесь должно то же самое получиться. А еще у нас с вами заканчивается моцарелла. Таким макаром, блин. Чего-то я прям даже не ожидал, что... Сегодня будет такой спрос у меня, но ничего страшного. Это запросто мы с вами нарежем, если надо будет. И все у нас с вами будет как надо. Так, пока тарелочку тоже давайте достаем. Сейчас будем брать еще один заказ. Если опять будет фунги, это, конечно, будет просто нечто. Но, надеюсь, что-то другое. Так, что мы с вами сможем посмотреть. Давайте что-нибудь новенькое. Песто джин... А, ну мы такое делали. Мы такое делали с вами тоже. Уже давненько, правда, но было, помню. Соус песто, да, необританское среднее. Моцарелла де буфало и базилик. Просто-напросто тоже довольно несложная пицца получается у нас с вами. Ну что ж, берем тесто. Берем тесто. Начинаем именно... Не-не-не-не-не-не-маленькое. Дай, уберись. Нет-нет, это как... Взять, взять. Все, взяли, отлично. Так, и нам нужно среднее. Нам нужно среднее. Раскатываем вот и так далее. Делаем все необходимые, так сказать, манипуляции с этим тестом. Поехали. Ну, а тем временем у нас, собственно, здесь фунги тоже уже запеклась. И мы с вами сейчас будем подавать. Надеюсь, также будет 5 звезд. Сейчас посмотрим. Красотичка какая грибная у нас с вами здесь получилась. Вы только гляньте на этом. Балдеж. Так, отправляемся. Что скажете? Как вам? Как вам все опицы? Ну, естественно. Естественно, кто бы сомневался. Итак, а мы с вами продолжаем песто джинавио заготовить. Тем временем, собственно, соус песто. Наконец-таки, не бренарда. Другой цвет хотя бы будет перед нами с вами. Такой вот болотненький. Назовем его так. Болотненький. Да, именно так, а не как иначе. Так. Аккуратненько по всей поверхности. Как всегда, что-то дело размазываем. Дальше. Нам с вами нужно массажировать буфало. Вот это она у нас с вами здесь. Да, и нам нужно 240 грамм. То есть 4 куска, кстати говоря. Ну, давайте. Давайте. Раз, два. Три, четыре. Надеюсь, тоже все расплавится, растечется как надо. Ну, и базилик остается тоже 24 грамма всего лишь на все. Поэтому мы с ними берем здесь и просто-напросто делаем вот так вот. Раз, два. Три, четыре. Ну, и как-нибудь давайте... Пускай будет так. Пять, шесть, семь, восемь. Получается. 24 грамма. Все у нас с вами все готово. Так же. Так, наверное, уже печка все выдохлась. Надо бы ее подзаправить. Маленечко пару дровичек закинем. Так. Давайте еще одну закинем сразу, чтобы жара было побольше, да? Во. Красота какая. Ну что ж. Теперь берем лопатку, как обычно. И все это дело с вами отправляется в печь для того, чтобы запекаться. Так. Пошло дело. Все отлично. На месте. И мы с вами можем приготовить, во-первых, конечно же тарелку. Само собой. И взять еще один заказик. Надеюсь. Тихо, спокойно. Аккуратно, пожалуйста, тарелочка. Давайте смотреть, что там такое будет у нас с вами. Прошутовые фунги тоже такое делали уже. Уже у нас с вами такое тоже было. Но сдастся мне, что новых рецептов мы с вами будем видеть все меньше, 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 к сожалению. Так. Ну, хотя ингредиентов довольно много всяких разных. Так что хотя бы вариации какие-то, возможно, будут, да? Среднее неаполитанское, опять же, тесто. Естественно, все его любят. Все его просто обожают. Все от него просто-напросто без ума. Ну, давайте, давайте будем, собственно, раскатывать соус, естественно, маринар. Само собой тоже всеми любимый. И дальше уже моцарел нарезанное. 100 грамм у нас есть. Нет, не хватает. Нужно будет нарезать, кстати говоря. Ну, я прямо что-то возьму пока. Давайте сейчас сюда переместим. Нарезочку потом заберем, сходим в подвальчик. Сейчас тут какие-то отдадим эту. Ой-ой-ой, подгорает, подгорает. Пицейка-то ядрить, ядрить. Что-то мы с вами замешкались. Ну, ничего, знаете. Уголь он полезен, так сказать. В умеренных порциях нормально, нормально. Хотя выглядит вполне себе ничего так, на самом деле. Конечно, немножко подгорела она, но... Запеклась, знаете, смотрите, какая зато корочка сырная получилась. Ммм, вкуснятина ведь. Ну, что скажете? Что скажете? Ну, немножечко, да, подкопченая пицца. Идеально, смотрите. Они довольны и счастливы. Им даже это понравилось. Они такие, спасибо большое, шеф-повар, за то, что сделали нам ее более запеченным. Мы так и хотели. Вот так-то. Так, ну что ж, а мы с вами идем пока что за ингредиентами. Нам нужно будет только моцарелу взять, да? Ну, я не помню, она, по-моему, вес не очень много, поэтому возьму корзинку, чтобы сразу несколько кусочков бахнуть. Так, моцарелла, сколько там? Да, 200 грамм всего лишь. То есть я беру 3-4 сразу возьмем. 800 грамм будет вот как раз. Все туда и поместится у нас в нарезочку. И потом еще в гастроемкости как раз-таки. Почти до верхушки наполним ее. Ну, чтобы поменьше нам с вами потом тоже бегать в дальнейшем пришлось. Так, готово. Давайте сюда, давайте сюда. И вот туда, пожалуйста, полезай. Все. А мы с вами идем дальше готовить прошутто и фунги. Итак, нам с вами, естественно, нужен здесь маринар, само собой. Поэтому берем нашу поварежечку, наш терпачок и обильно, скажем так, смазываем всю эту поверхность на пицце тем самым соусом. Как? Готово. Моцарелла теперь нарезана, это самое, за которым с вами бегали сейчас. Нам нужно 100 грамм, 5 кусочков получается. Так, раз, два, давайте, три, четыре. И пятый сюда кусочек у нас с вами помещается. Теперь шампиньоны и еще прошутто-котто. По-моему, у нас с вами тоже было где-то. Вроде бы там вот я видел, но сейчас мы с вами всем этим займемся. Итак, давайте начнем прямо с центра тогда, я думаю. Так, немножко здесь как-то не помещается. Ладно, нормально, нормально, ничего страшного. Поплотнее грибочки лягут, хорошо. Так, пошло здесь, нам с вами нужно 50 грамм, да? Давайте, как раз вот столько и нас с вами сейчас и получается. И теперь прошутто-котто, вот по-моему оно, да-да-да-да-да. 15 грамм один кусочек, нам с вами нужно 120 грамм. Это получается у нас с вами 8 кусочков, оно довольно большое такое, слушайте, ну ладно. Так, раз, давайте, давайте, два, как-нибудь давайте, три вот так тоже аккуратненько. Четыре, пять, и прям весь центр будет, офигеть. Так, сейчас шесть, семь, давайте, офигеть какая она будет вечинная просто. Просто мясная, супер мясная пицца получается. Ну что ж, все есть. Теперь осталось взять лопатку, только так, так, у нас там по температурке, давайте сразу докинем дровишки, естественно. Одно хватит пока что, я думаю. Все, забираем и отправляем это все в духовочку. Ну, точнее, в печечку. Так, все на месте, выпекается, пускай, сейчас главное не проворонить опять. Но мы с вами так или иначе возьмем еще один заказик, само собой. После того, как подготовим, конечно же, тарелочку для этого дела. Так, аккуратно, все нормально, все. Ну что ж, давайте смотреть, что приготовить нам еще двойная... О, двойная мясная, звучит, звучит очень вкусно. Так, ну мы такое делали тоже с вами. Какую-то двойную мясную, да, там, получается, пепперони и с салями. Не то, что мы прям супер мясная, а скорее пепперонная и салямная, но... Вкуснятина, короче говоря. Очень даже вкусный соус Альфредо и пышное тесто, кстати говоря. Нью-Йоркское здесь используется. Хорошо. Нам с вами нужно среднее. У нас есть кусочек среднего? Будем только маленькие, да, остались там. Ну давайте, сделаем средний. Раскатаем его сейчас и пойдем забирать ту пиццу. А все ингредиенты для этой пиццы у нас с вами вроде как уже тоже... Так, нет-нет-нет-нет-нет. Нам прошу-то больше здесь пока не нужно. Опа, все, забираем, давай, забираем, забираем. Отлично пропекло сейчас, все, прям идеально. Какая красота, вы только гляньте. Балдеж какой. Так. Диспеша, чтобы в каждый уголок попал соус. Так, вот немножко нету, все, вроде бы замазалось, да? Отлично. Дальше мы с вами. Массерлади Буфало 240 грамм. Вот у нас здесь сами имеются. Так, огромные эти куски. Так, раз, два. Давай еще так, три и четыре прям положим все кусочечко сюда. Теперь пепперони нарезаны имеются. О-о-о, салями-то мало осталось. Нам хватит пока еще на один раз. Так. Нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Не итальянские колбаски, пепперони у нас с вами получается нет, я так понимаю, да? Ну да, только салями. Ну давайте салями тогда хотя бы бахнем пока что. И заодно можно будет перенести 64 грамма у нас с вами нужно. То есть восемь кусочков. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Семь, восемь, допустим так. Так, мы с вами идем брать салями и пепперонька нам нужна тоже еще, да? Давайте возьмем тоже. Сейчас будем нарезать все это дело. Салями. Сколько? Триста грамм. Давайте. Ну, две. Возьму штучки и пепперони. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Возьму вот так вот тоже. Ох, мне сколько колбасок набрало, жесть. Так, ну вроде бы все пока. Вроде бы все. Так вот куда опять же складывать пепперони не очень понятно, да? Но сейчас будем с вами разбираться. Так, я сейчас знаете как сделаю? Сейчас попробую поставить вот так ее. Во, да, отлично. Идеально, удобно. Получилось. Итак, давайте начнем сначала с салями тогда. Едрить меня. Воу. Воу. Неплохой телепорт, должен заметить. Но вообще я нажимаю, чтобы забрать его. Но она почему-то не забирается. Алло? Так, а ну-ка, дайте мне гастроемкость. Ясно, игра поломалась, короче, понятно. Ну потом, ладно, после заказа тогда сделаем. Нам с вами сейчас нужно в любом случае пепперони сделать. Так, гастроемкость покупаем. Пеппероньку сейчас сюда. Будем бахать. Давайте пепперони тогда. Вот так сейчас. Оп. Забираем корзиночку теперь. И все остальное тогда тоже уже досыпается автоматически буквально. Так. Раз. Аккуратненько. Собственно, нажимаем кнопочку главную нарезать. Забираем с собой. Все, пепперони у нас с вами тоже теперь имеется. Отлично. Так, вот так вот куда тебя поставить? С салями я, видимо, сейчас не могу забрать. Да, вообще ничего не могу забрать. Ладно. Давайте попробуем отсюда хотя бы взять. Так. А ну-ка. А ну-ка, 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 ну-ка. Давайте. А, его и здесь не видно. Ну, класс. Так, а я что-нибудь другое смогу вообще забрать сейчас? Допустим, вот это вот. Не, не забирает вообще. Я понял. А это тоже не забирает. Вообще ничего не забирает. Ой, жесть какая. Тогда просто берем сейчас вот так с вами. Повыше поставим, чтобы хотя бы было видно нам с вами. Это гастроемкость. Угу. Давай аккуратненько. Вот все. По идее, должно быть нормально сейчас. Ну, хоть так. И на том спасибо, как говорится. Нам нужно сколько было там? Телефон-то убрал. Нам с вами нужно было 50 грамм, да? Пепперони. Так, ну сейчас будем. 50 грамм, наверное, сколько кусочек? Один. 5 грамм. 10 кусков. Раз, два, три, четыре. 5, шесть. 7, восемь. 9. Ну, ладно, как-то не очень, конечно, равномерно получилось. А мы побольше, знаете, бахнем. Побольше бахнем, ничего страшного. Один кусочек не обеднеем, серьезно. Не обеднеем. Так, и что нам с вами еще нужно было добавить? И лист базилика. 24 грамма. Все, давайте добавлять. 24 грамма. Так. Ну, вон, красота. Красотища получилась. И теперь все это тоже у нас с вами в печечку отправляется. Естественно, опять же, она, блин, остыла уже. Но. Сейчас мы с вами это дело поправим. Так, еще давайте одну закинем. Я думаю, нормально будет. Да, все прям хорошо. И пицца у нас с вами отправляется теперь в печечку, само собой. Чтобы там все это дело расплавилось, растеклось и стало неимоверно вкусным просто. Обалдеть каким, да? Так, тарелку готовим. Уже 6 часов вечера, кстати говоря, тем временем. Так что скоро будем закрываться. Но еще заказик-то уж возьмем. Аккуратненько. Все, пошло дело. Берем заказ и давайте сразу к нему. Салями. Но салями так салями, как скажете. Мы с вами, по-моему, даже сегодня уже делали салями. Ну или когда-то недавно. Я уже, блин, запутался, столько заказов сделали, что сегодня-сегодня. Да неважно. Так, погнали. Погнали. Берем, естественно, как обычно. Среднее вот это вот все и так далее. Так, раскатались здесь тесто. Тут у нас с вами, тем временем, почти готово. Можно, в принципе, забирать. Давайте так и сделаем. Окей. О, куча сыра. Я вижу прямо отсюда даже уже. Балдеж. Прямо-таки даже горочки получились. У нас с вами сырные. Вкусные, наверное. Точнее, точно вкусные. Так. Забираем. Забираем здесь. Подаем, пожалуйста, это ваша мясная. Какая-то там, да, двойная мясная. Все, красота. А мы с вами дальше сюда. Ну, естественно, тоже все идеально. Итак, как обычно, соус маринара нас с вами ожидает. Давайте. Не будем заставлять его ждать. Да, будем сразу размазывать. Ну, что-то там не замазалось. Не могла я сразу размазать нормально, как следует. Видимо, нет. Так. Моторайло тертое нам с вами нужна теперь. Имеется такая в наличии у нас. Надо сколько там? 32 грамма. Ну, понятно. Давай. Раз. Два. О, даже сразу 32. Ничего себе. Вау. Дальше. Дальше. Салями. Салями. 76 грамм. У нас с вами все еще есть. Но надо 64. Хорошо. Давайте. Получается. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И как-нибудь здесь 7-8. Вот так пускай будет. Ну, и базилик, естественно, всем любимый. Прямо реально чуть ли не на каждую пиццу практически добавляем его. Ну, раз так любит, пускай. Кто-нибудь такие, как говорится, чтобы им запрещать. Да, раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. И давайте как-нибудь, не знаю, 7-8 пускай будет вот так. Все. Довольно простая пицца. В духовочку отправляем. Пока еще жара хватает. Так что, я думаю, у нас она приготовится запросто там спокойно вообще. Так, отлично. И давай вот сюда полезай на место. Готово. Все. Пускай выпекается тогда. Восемь полдевятого. Еще заказик, естественно, мы с вами берем. Так, и на сей раз это у нас что будет? Давайте посмотрим. Пуглиезы. Ну, тоже все было уже. Тоже все это у нас с вами уже было, естественно. Так, красный лук, маслины, каперсы. О, это волшебная пицца. Это самая волшебная пицца с летающими каперсами. Балдеж. Ну что ж, о, маленькая даже. Ничего себе. Ну да, уже, знаете, вечерея, типа, много есть не хотят люди, поэтому. Заказывают, видимо, опять маленькие пиццы. Сегодня, кстати, по-моему, не было большой пиццы, если не ошибаешься, да? А жаль, а жаль. Ну что ж, как хотят. Как говорится, было бы предложено. Наше дело приготовить то, что заказали. Так, соус на месте. Мы с вами давайте достанем. Чуть-чуть не забыл, блин, про пиццу. Чуть не забыл про пиццу только что. Ну, хорошо, что вспомнил. Так, достаем. Ой, хорошо, пропеклось все. Приятненько. Так, пока тебя сюда давай кинем. Возьмем для тебя тарелочку сейчас. Среднюю. И... Ну, в смысле ты не берешься? Да, в смысле не... Ты издеваешься? Игра! О, нормально, все. Я уже думал, все, кранты приехали, прилипло совсем. Но нет, вроде бы нормально все. Обошлось. Так, давай, бери. И подаем. Пожалуйста, забирайте. Столями. Готово. Так, ну там, скорее всего, 5 звезд, я так понимаю. Ну, да, естественно. И приготовляем дальше пугли реза. Смотрим, смотрим, смотрим. Значит, маринара на месте. Проволон нарезанным с вами нужен, да? У нас такой есть. Имеется в наличии, пожалуйста. Нам с вами нужно 60 грамм. То есть 4 кусточка. Раз, два, три, четыре. Готово. Дальше у нас идет красный лучок. Красный лучок вкусный. Так, 16 грамм сколько там? Да, я вам уже 16 грамм вахнусь. 16 есть, отлично. Маслины. О, это то, что обычно вечно нужно дофига насыпать, да? 32 грамма. 24 и... Ну, 50 получается, да, немножко в два раза больше. Ничего страшного. Каперс, 16 грамм. Так, каперс тоже здесь есть. Бам. Ну, они вообще разлит... Ну, что ж такое-то с ними? Это какая-то особая каперсовая магия, знаете. Не иначе. Ну, что, как будто как это можно объяснить. Я не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Ну, да ладно. Главное, что людям нравится такое. И они это заказывают. И, собственно... А мы это готовим для них. Правильно? Правильно. Так, берем. Давайте сразу сюда. Мы с вами даже еще, видимо, один заказик успеем взять. Балдеж. До 10 вечера работаем все-таки. Давайте на место еще. Какая жесть все-таки. И вперед с заказом еще одним. Давайте смотреть. Что там будет у нас на сегодня? Последнее... Пес тоже... Да, уже тоже сделали. Уже тоже сделали. И прямо уже точно сегодня. Было у нас с вами. Да-да-да. Ну, поехали готовить. Так. Там, честно, с какой нужно среднее непонятное дело. Естественно. Кто бы сомневался. Как всегда, мы соберем. Раскатываем вот это все. Да. Так. Соус немножко добавим в ножи. Потом, когда достанем пиццу. А, там еще довольно долго делается. Но нам еще тарелку нужно подготовить. Само собой, под это дело, естественно. Так. Давайте. Ладно. Не буду пока это сам испешить. Время-то уже как бы все. В любом случае. И лучше, лучше, знаете, сделать все с толком. С расстановкой и всем вот этим вот делом. Все достаем. Она готова. И эти самые летающие каперсы остаются как будто бы приклеены к своим точкам в пространстве. Но, тем не менее. Тем не менее. Я думаю, их съедят с удовольствием. Так. Забираем. Пожалуйста, ваша волшебная пицца вечерняя. Нифига себе, она подлетает в угле. Забираем. О, ядрить. Но, в смысле, не понял, что не так. А, каперсы, да, не так? А, неравномерно, да? Действительно. Ну, простите, да. Волшебство не сработало. Это как-то должно было сработать, видимо. Так, ладно. Давайте возвращаемся к нашему пестадженовезе. Вот это вот все. Так. Развозюкиваем. По всей, 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 всей поверхности. Абсолютно. Ни кусочка не оставляем без соуса, естественно. Так. Дальше у нас с вами. Что там? Дебуфало, да, идет. Сколько там нужно? Раз. Два. Три. Четыре. Вот так вот делаем, естественно. И базилик. Все. И, в общем-то, вся и пицца. Получается у нас с вами. Итак. Аккуратненько. Вот так вот листочки распределяем. Так. Давай раз. Давай еще два. Еще здесь тоже сделаем. И все. Да-да-да. Я знаю, дядька усатый, что на сегодня уже все. Как раз последнюю пиццу доделываем. И все. И закрываемся. Получается так. Так. Ну, там еще жар, в принципе, есть. На этот полежка докинуешь. Так и быть, чтоб нормально там все сделалось. И мы с вами отправляем пиццечку тоже вот сюда. Давайте. Опа. Пошло дело. Ну что. Надеюсь, салями у нас отлипло. Гастроемкость салями. И мы сможем сейчас ее наполнить хотя бы. Не знаю. Сейчас голову пропитать, блин, не забыть бы этого. Я могу, знаете. Ну-ка. О, все. Фух. Взялось. Так. Ну, салями же здесь, правильно? Да, салями. Как раз. Доберись ты. Как раз то, что нужно. Так. Что там? Что там? Отправляем. Надеюсь, что успеем. Сделай сейчас. Одна палка только разобила. Мне казалось, две брал. Одна кот что ли спарилась, пока мы там бегали? Ну ладно. Так. Все. Почти готово. Какая была пицца? Средида неважно. Возьмем среднюю тарелку. Явно небольшая. Так. И достаю. Нет, еще не достаем. А вот теперь. Вот теперь достаем. Все отлично. Как раз там все растеклось как надо. Так. Вот пожалуйста. Ваша прекрасная, замечательная, любимая пицца. Последний заказик на сегодня, кстати говоря. Так. Забираем и... На подачу. Песа тоже на весе. Забирайте. 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 Все. Пять звезд давайте. Ооо. Еще новый ресторан. Тайский соус. Да куда соус? Куда? Куда его... Куда я их ставить-то вам буду? Вы чего? Ооо. Ну все будем делать его тогда. Тайский соус. Балдежь. Так. Еще ингредиенты. Они издеваются. Они реально издеваются. Тимьян возьму, знаешь. Что это тимьян пусковой? Фарш из говядины. А, из ягнятины. Господи, это говяжий дальше. Читаю отсюда и отсюда такое. Ну в общем, да. Здесь тоже говяжий фарш. Фарш из ягнятины возьму. Кундук, спаржа. Рикотта. Креветочки давайте возьмем. А, и спаржу возьму, знаете. Пускай будет. Так, ну во-первых, нам с вами предлагают. Да не хочу я ничего из-за этого, блин. А можно я не буду брать? Меня заставляют брать. Ну тогда глаз пиццового пускай будет. Все, естественно, там пять звезд было у нас. Ну что ж. Блин, сколько всего. Я не знаю, куда мы с вами это фребрами расставлять. И реально, видите, такие залипы бывают. Что просто потом уже, когда делаешь, не поменять. То есть нужно менять прямо в самом начале. Видимо, до того, как положу сюда пиццу. Иначе потом залипает. Ну да ладно. Так. Здесь у нас, в принципе, вроде более-менее все есть. Если что, мы с вами уж, я думаю, в процессе побегаем. Поделаем, да. Так. У нас тут еще тунец, кстати, есть. Пепперонька. У нас там салями, вообще-то. У нас там, вообще-то, салями, да. Ладно, пока оставим это здесь. Я просто здесь стоит. Да, я сюда возьму тоже, да, притащу туда. Так, давайте сюда. И сюда. Все, здесь заправили? Ладно. Ну что ж. А мы с вами давайте новый соус-то все-таки соуседский сделаем. Почему нет? Раз он у нас появился, я думаю, можем себе позволить. Так. Соус тайский. Вот он есть. Сейчас будем с вами варганить. Нам нужна гастроемка, естественно, еще одна. Само собой. Покупаем ее сразу. Давайте сюда. У нас тут уже куча всего стоит. Сейчас, видимо, будет еще больше всего. Арахисовое масло. У нас с вами его точно не было, поэтому. Берем. Берем, берем, берем. Берем и покупаем его. Так, арахисовое масло. Литр? А в банке сколько в этой? Триста. То есть нам с вами нужно еще купить три банки, чтобы хватило. Охренеть. Ладно. Не очень удобные банки, на самом деле. Ну, что поделать. Так, это получается 900 сейчас у нас есть. Ну, чуть побольше останется там. Может быть, когда-нибудь потом еще используем. Все, начинаем заливать сразу. А вы уверены, что оно должно быть такого с... А? А, ну, точно да. Это точно арахисовое масло? Ладно. Я доверюсь нашим поставщикам. Так, это знаете, проверю, когда я на всякий случай вторую бутылочку тоже. Ага. Угу. Так, а, ну, понимаю, да. Ну, видимо, да. Получается, что да. Видимо, арахисовое масло такого цвета. Так что, если будете, вот, откатить в магазин, если оно у вас будет какого-то другого цвета, скорее всего, это не настоящее арахисовое масло, мы подсунули. Да. Это было внезапно. Ну, ладно. Так, 600 есть. Ну, что ж, еще нафига заливать, в принципе. Ну, это, конечно же, шутка, если вы увидите, что оно такого цвета, то, скорее всего, наоборот, это не арахисовое масло, лучше его не использовать. Так, ладно. В любом случае, давайте заливаем. Нам, кстати, соус еще надо будет сюда бахнуть. И куча, 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 куча других ингредиентов. Так, а теперь самое, как говорится, важное. Сейчас сильно не переливаем, да. Там плюс-минус, конечно, можно, ничего страшного, но в целом более-менее... Уже, в принципе, можно все, как говорится, но... Хватит, хватит. Знаете, я подумал, что хватит. Так, соевый соус. У нас, по-моему, вроде бы его с вами не было тоже. Да, вроде не было соевого соуса. Давайте сейчас докупим его, где он здесь есть. Т-т-т-т-т, соевый соус. Во. Балдежь, нам с вами нужно 175 миллилитров. 175, ну ничего, нормально. Сейчас нальем. Давайте, опять же, ориентируемся по телефончику примерно. А, хотя без разницы почему. Опа. Все, так, ставим баночку сюда. Дальше у нас с вами рисовый... Так, у нас такого тоже вроде бы не было. Рисового уксуса. Покупаем. Блин, сейчас столько банок с вами накупим. Еп, просто куда их все девать потом? Просто ужас какой-то. Ну ладно. Здесь, наверное, все и расставим. Так, нам тоже 175 миллилитров нужно налить. Давайте аккуратненько. 167, ну чуть-чуть, еще чуть-чуть, знаете, бахну. Чуть-чуть. Пару-тройку, вообще все отлично, хватит. Далее у нас с вами идет оливковое масло. Это точно у нас с вами есть. Вот оно, пожалуй... Так, только я уже, блин, сейчас испугался, что все минус бутылки будут. Мне это нормально взялось. 100 миллилитров буквально добавляем. Давайте аккуратненько, тихонечко. Оп, 97 пойдет. Ты поставь все сюда, только, пожалуйста, аккуратно. Да-да-да. Дальше. Красный перец. Молот. Так. У нас есть молотый... Ну, выглядит как бы по-другому даже на самом деле. Красный перец, и у нас есть молотый. Ладно, давайте посмотрим, можем действительно другое приправа. Специи. Красный перец, реально, да, смотрите-ка. Возьмем. Давайте тогда добавим его. Значит, сколько нужно? 100 грамм. Пошло дело. Звук такой забавный. В конце ТА готово. Имбирь. Имбиря у нас не было. Имбирь, имбирь, имбирь. Вот он. Покупаем 100 или был? Подождите. Нет, вроде не было. 175 грамм. Нужно добавить так же. Пошло дело. Аккуратненько сейчас, главное, сильный перебарш. Ну, 180 пойдет. Не перебарш? Пойдет. Хорошо, хорошо. Так. Далее у нас с вами мед. Ничего себе. Мед и кунжутное масло. Так, медочек. Нифига мед стоит. Жесть, какой дорогой. Ну, я надеюсь, оно того стоит, да? 175 миллилитров. Какой-то мед зеленоватый немножко не находимся. Тут как-то все с цветами немножко. Ну, хотя, может, просто какой-то, знаете, особый сорт. Так, все, 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 все. Главное, значит, не перебарщивать. И кунжутное масло. Кстати, тоже докупить нам с вами. Кунжутное масло. Вот оно. И 50 миллилитров всего лишь добавляем. В общем-то, и получается то, что нам с вами надо. 50. Так. Следи внимательно, аккуратненько. И опа, 49. Пойдет. Так, куда тебя поставить? Можно туда куда-нибудь? Фу, даже ничего не разбилось. Найс. Ну что ж, все готово. Тайский соус у нас с вами здесь имеется. Мы с вами как раз таки его врубаем. Пускай готовится. И поставим. Ну, где-нибудь, не знаю, поставим. Там уже будем тогда ставить, переставлять. Какую-то, знаете, на глину, что ли, похоже. Не знаю даже. По мере необходимости, короче, будем переставлять. Видимо, здесь тоже все. Ну, это, конечно, блин, такое. Ну, разве что, может быть, здесь поставим как-нибудь вот так. О, на самый-самый краешек, может быть, будет видно. Давайте прочекаем этот момент сейчас. А, я же без лопатки не могу тебя поднять, к сожалению. Сейчас мы тебя возьмем на лопатку. Просто посмотрим, хоть чуть-чуть будет его видно или нет. Так, давай, выходи сюда. Полежи-ка пока здесь, на нашем стерильном полу, естественно. Так, сейчас мы делаем вот так. И делаем вот так. И даже, блин, если убрать телефон, его не видно, да? Но, надо будет, видимо, менять как-то положение, знаете, если надо будет. Потому что хрен его знает, чего да как. Как говорится, так его и не видать, в общем-то. Ладно, ладно. В любом случае, в любом случае, мы с вами сделали, молодцы. Там еще появилась у нас хреновая гора ингредиентов. Я реально не знаю, как мы с вами все это будем делать. Куда это все потом вынимать, ставить. Но, главное, короче, знаете сразу... Ой, куда я собрался. Сразу смотреть, что нужно. Если этого нету на столе, на нашем, на этом с ингредиентами, то сразу потом менять. А потом можно начинать только пиццу выкладывать. И иначе все будет не очень хорошо, да? Ну что, друзья. Сегодня мы с вами будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчик. И мы с вами, как всегда, увидимся. Всем до скорого. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok